Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Единственная положительная цифра в сегодняшней статистике это 8 выздоровеющих пациентов. С их учетом общая картина дня по заболеваемости COVID-19 не улучшилась. У 144 человек в Ненецком округе подтвержден ковидный диагноз. Природоохранное волонтерство набирает обороты, в том числе на особо охраняемых территориях в Ненецком автономном округе. Репортаж из заповедника Ненецкий. Тос и Наринмары продолжают благоустройство своих территорий. Многие свои задумки жители города могут реализовать как за свой счет, так и за счет городского бюджета. 12 новых случаев заболевания. 495 изолированных. 144 активных. Ковидная статистика в регионе растет. Эпидобстановка ухудшается. Единственная положительная цифра в сегодняшней статистике – это 8 выздоровевших пациентов. С их учетом общая картина дня по заболеваемости COVID-19 не улучшается. Со всеми статистическими плюсами и минусами заболевших коронавирусом за минувшие сутки стало на 11 человек больше. В настоящее время лечение от инфекции в округе получают 144 человека. В стационаре Ненецкой окружной больницы находится 47 пациентов. Здесь развернуты дополнительные ковидные койки, поскольку изначально коечный фонд для заболевших коронавирусом предполагал 30 коек в стационаре и 7 в реанимации. Амбулаторные лечения получают 97 человек. Лекарства для них предоставляются бесплатно. В ближайшее время в округ поступят пульсометры в количестве 100 штук, предназначенные для амбулаторных больных. С их помощью в домашних условиях можно будет следить за уровнем сатурации, насыщения легким кислородом. Нормальным уровнем считается показатель от 95 до 99%. При его снижении будет приниматься решение о госпитализации. С начала пандемии в округе проведено более 29,5 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. За последние сутки тестирования прошли 302 человека. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоят 495 человек, близко контактировавших с заболевшими. И это внушительная цифра. Берегите себя и соблюдайте масочный режим в общественных местах. Эпид-обстановка в регионе ухудшается. Количество заболевших коронавирусом и контактировавших с ними растет с каждым днем. В связи с достаточно большим количеством изолированных жителей Ненецкого автономного округа, отправленных Роспотребнадзором на карантин, волонтеры возобновили работу по доставке продуктов и медикаментов тем, кто сегодня нуждается в этом. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Третья волна пандемии коронавируса развивается в округе стремительно. На сегодняшний день 495 человек находятся на учете в региональном управлении Роспотребнадзора, как близко контактировавшие с заболевшими. Среди них и одинокие лица старшего возраста. Волонтеры ресурсного центра добровольцев помогут нуждающимся в решении бытовых вопросов. Мы решили возобновить нашу работу. Схема на самом деле достаточно простая для людей самоизолированных. Они звонят нам по номеру телефона 601-88 в ресурсный центр. Оставляют свою заявку на помощь в покупке продуктов, выгуле собак, выноси мусора, покупке лекарств. Мы находим волонтера, который может это отработать по адресу. И, соответственно, состыковываем уже волонтера и человека, который нам подал заявку. И они созваниваются и отрабатывают волонтеры эту заявку. Пройдя соответствующее краткосрочное обучение и получив средства индивидуальной защиты, волонтеры отправляются на выполнение заявки. Нам поступает заявка по номеру телефона в WhatsApp, и дальше ищется волонтер свободный. Рассказывается то, что нужно сделать, отвезти продукты, лекарства и так далее, проводить инструктаж. Выдаются средства индивидуальной защиты. Мы едем по адресу и выполняем действия. Если вы находитесь на самоизоляции и вам нужна помощь, вы можете обратиться в ресурсный центр добровольчества по короткому номеру 60188. Василий Ходонзейский, Антон Бодряков, Телеканал «Север». 1 августа в Ненецком автономном округе стартует федеральная программа «Арктический гектар», благодаря которой жители региона могут получить бесплатно до 1 гектара земли в арктической зоне. Программа основана на успешной пятилетней практике выделения дальневосточных гектаров жителям страны. На вопросы телеканала «Север», связанные с этой темой, в прямом эфире в социальных сетях ответила начальник регионального управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская. Из всей территории округа 95% земель сельхозназначения, и практически вся эта земля предоставлена, как я уже сказала, оленеводам. Соответственно, у нас свободной земли оставалось не так много, плюс ко всему мы закрыли, естественно, территории традиционного природопользования КМНС, особо охраняемой природной территории, приграничную территорию мы тоже закрыли по практике дальневосточных регионов. Мы закрыли территорию общего пользования, ну, в общем, по перечню все, что должно быть закрыто. И, соответственно, у нас осталось в общей массе, скажем так, 61 тысяча гектар. Это не так много по сравнению с другими регионами, но, тем не менее, это то, что осталось. Из этой 61 тысячи мы поняли, что они приходятся на приграничную территорию с Омским Пешским сельсоветом на межселенной территории. Там участки нам показались наиболее востребованные, и они, ну, наверное, получили бы большую востребованность, в первую очередь, у жителей этих территорий. Но когда мы пришли к ним с опросом, хотят ли они поучаствовать в этой программе, они высказались против. Поэтому пока мы эти территории не учитываем. Еще одна территория, которая у нас попала, скажем так, в зону можно, это территория, прилежащая к Великовисочному сельсовету. Но там тоже мы понимаем, что зона подтопления присутствует, и мы тоже должны очень аккуратно, осторожно подходить к открытию этих территорий. Нам нужно также будет провести опросы жителей и, соответственно, согласовать по зонам подтопления эту территорию, потому что, ну, бессмысленно предоставлять землю там, где это будет не востребовано. Ну и, соответственно, остался у нас Приморско-Куйский сельсовет. Это вот деревня Куя, 5 гектар, и близлежащая территория свободная, которая сегодня у нас вот как раз и попала в закон округа. Закон принят, находится на подписании у губернатора, в ближайшее время он будет опубликован официально и, соответственно, распространен для широкого, так сказать, обсуждения, ознакомления и так далее. Когда можно подавать будет документы и каким образом это сделать? Документы можно будет подавать с 1 августа. Не рекомендую делать это раньше, за исключением тех случаев, например, когда вы не планируете подавать заявление через портал на Дальний Восток РФ. Объясню, почему. Потому что к заявлению, которое необходимо будет подать, либо наше управление, либо вот на портале оно формируется, либо через МФЦ можно будет подать документы. И насчет госуслуг мы сейчас уточняем, прорабатываем вопрос, не готова сказать. Но вот основные виды все, вот наше управление, пожалуйста, почтовым отправлением, электронная почта, любой способ, МФЦ и портал – это три окна, скажем так, которые будут принимать заявление. Запись прямого эфира с Анастасией Голговской вы можете посмотреть и получить ответы на наиболее встречающиеся вопросы жителей Ненецкого автономного округа на официальной странице телеканала «Север» в социальной сети ВКонтакте. Природоохранное волонтерство набирает обороты, в том числе на особо охраняемых территориях в Ненецком автономном округе. Волонтеры не только помогают сотрудникам в реализации экологических проектов, но и сами получают возможность побывать в самых отдаленных и скрытых от посторонних глаз уголках превозданной природы Крайнего Севера. Илья Сахаров продолжит. В течение недели с 5 по 11 июля на посту охраны в районе реки Ичей на территории Ненецкого государственного природного заповедника работал волонтерский лагерь. Среди волонтеров – трое жителей округа, неравнодушных к его природе и сохранению хрупкой северной экосистемы. К работе на природоохранной территории призвали волонтеров в социальных сетях, сотрудники отдела экологического просвещения и туризма заповедника Ненецкий. Методист отдела Наталья Хабарова, куратор экологического лагеря, по прибытии на место рассказала его участникам о задачах, стоящих перед волонтерами. Одна из них – это строительство экологической тропы на полуострове Костяной Ноз, где располагается основной кордон заповедника Ненецкий. А вторая здесь, на реке Ичей, где находится тоже пост охраны. Новый стационарный пост охраны на реке Ичей оснащен всем необходимым для жизни и работы сотрудников заповедника и проведения научных исследований в полевых условиях. Волонтеры в рамках работы экологического лагеря убрали мусор, принесенный на территорию острова водой, демонтировали старые объекты инфраструктуры, построили мостовую к месту причала водного моторного транспорта. К тому моменту, как мы сюда приехали, здесь была непроходимая дорога, болотистая местность, и после демонтажа здания старого остались очень хорошие доски, мы не дали им пропасть, поэтому решили соорудить такой суперпрочный настил. И теперь можно пройти по нему с любой тяжести груза. Кроме выполнения вполне конкретного объема физической работы, участники лагеря смогли понаблюдать за многочисленными обитателями заповедника, почувствовать единение человека с природой. Волонтерская программа подразумевает еще и экологическое просвещение, поэтому нам предстоит познакомиться с окружающей местностью, посмотреть флору и фауну заповедника Ненецкий. Можно посмотреть в окошко, пробегает зайчик, можно выйти на крыльцо, пролетают лебеди. То есть в городе такого не встретишь, это на самом деле очень вдохновляет и воодушевляет, понимая, что есть что сохранять, есть что оберегать. Заканчивался каждый день в волонтерском лагере приятным отдыхом в дружеской компании единомышленников в новом уютном домике на стационарном посту на реке Ичей, который является одним из кордонов природоохранной территории, где реализуются основные задачи, стоящие перед сотрудниками заповедника. Что касается волонтерских программ, то они будут проходить здесь в полевой сезон с июля по сентябрь ежегодно. Илья Сахаров, Надежда Спивак, Телеканал Север. Озеленить придомовые и общественные участки, привести в порядок детские площадки и многое другое. ТОС и Наринмара продолжают благоустройство своих территорий. Многие задумки жители могут реализовать как за свой счет, так и за счет городского бюджета. Александра Литкова расскажет подробнее. Универсальная площадка для развлечения детей и занятий спортом, место для проведения дворовых праздников и других культурно-массовых мероприятий. А еще пруд с фонтаном. Еще несколько лет назад на этом месте в поселке Захребетный была свалка. Сейчас отдохнуть на благоустроенной территории в этом микрорайоне приезжают практически со всего города. Приходит народу, очень много бывает вечером. В субботу, в воскресенье, если вот такая погода, тут не притолкнется. И там, и там люди очень довольны, потому что там посидеть можно у нас в камейке. Деревья еще небольшие там посажены, но они подрастут. Так что на будущее очень люди довольны остаться тем, что, говорит, как в парке побывали. И тут потренировались и посмотрели на китенка, и на лебедей, и на уточек. Первые шаги по благоустройству своего района жители финансировали за свой счет. Затем стали выходить на конкурсы грантов. В этом году ТОС Захребетный выиграл средства в размере 50 тысяч рублей. В рамках конкурса, проводимого ресурсным центром некоммерческих организаций Ненинского округа «Дорога добра» среди ТОСов без образования юридического лица. Ну вот сумму, мы закупили материал и построили смотровую площадку около пруда. Вот там она, вот где пруд. Там, видите, близко к берегу не подойти. А мы построили и покрасили ее. Это сделали своими силами, ну а материал закупили за счет гранта. Также мы выиграли грант по посадке по НКО в том году. Деревья посадили, в сей год это кольце. В клумбы цветы купили посадили тоже. В микрорайоне Малый Каджгат проживают около ста жителей. И здесь пока только планируют обустроить подобную площадку. ТОС уже не раз участвовал в грантовых конкурсах ресурсного центра. В этом году удалось победить сразу в двух номинациях – «Дерево дружбы» и «Лучший проект». В рамках одного из них и будет построено место отдыха. Мы с соседями рассчитываем, что уже в этом году начнется реализация первого этапа этого проекта по созданию детской спортивной площадки. И когда будет поднята площадка до незатопляемого уровня, в сентябре мы высадим семена трав и посадим березки. В номинации «Лучший проект» мы писали проект «Теремок», который предполагает закупку садового павильона для проведения культурно-массовых мероприятий, а также на закупку столов и скамеек. Благоустройство общественных территорий и привлечение к этому горожан – одна из задач ТОСов. И если они без образования юридического лица, то получить поддержку из бюджетов разных уровней непросто. Замечательно, что в Ненецком округе существует такой механизм, когда администрация региона вместе с администрацией города Наринмара через ресурсный центр НКОНАУ оказывает поддержку территориальным общественным самоуправлениям. Для нас это имеет огромное значение и это достаточно весомая помощь, потому что благодаря грантовым средствам мы можем реализовать свои, пусть небольшие, но и интересные задумки, направленные на благоустройство, создание комфортных условий проживания в нашем микрорайоне. В микрорайоне мирные работы по благоустройству общественных территорий тоже не стоят на месте. По программе в рамках социального проекта, направленного на развитие территориального общественного самоуправления, благоустройства поселка Добро соседям, профинансированным из средств бюджета администрации муниципального образования города Наринмар, жители Мирного в этом году приобрели клумбы и цветы в комбинате «Солнышко». В дальнейшем мы планируем еще благоустроить спортивную площадку, то есть там необходимо, на наш взгляд, спланировать земельный участок, то есть разровнять его, спланировать, где-то, может быть, отсыпать. Точно так же в этом году хотим посадить там уже саженцы деревьев, и на следующий год уже там будем озеленять уже именно клумбы, садить цветы. Жители Каджгарта приняли участие в конкурсе грантов впервые и заняли второе место в одной из номинаций. На эти средства членами ТОСа было решено провести конкурс на лучший двор среди жителей микрорайона. У наших жителей очень красивые дворы, мы решили их таким образом поощрить, чтобы потом эту культуру развивать, чтобы облагораживать общую территорию. Сумма гранта небольшая, это 10 тысяч, но это очень хорошо, потому что этого хватает на подарки, на поощрения, и совсем скоро мы уже конкурс провели, совсем скоро будем награждать победителей. Прежде чем приступать к облагораживанию своих территорий, жители микрорайонов, конечно же, сначала прибирают их от мусора, в том числе и береговые линии. Ежегодно нужно его чистить и облагораживать. К сожалению, у нас очень много мусора приходится при периодом наводнения и так далее. Мы убрали большое количество, чистый город прекрасно справился с тем, что убрал большие мешки мусора, которые мы собрали. Сейчас у нас есть большие несанкционированные сквалки, которые находятся по берегу. Мы их тоже организованно убираем с администрации города и с мунконтролем. И, конечно же, участвуем во всех акциях всероссийских по чистке города, по прибережной территории, потому что это очень важно для экологической составляющей окружающей среды. Несмотря на то, что очистка береговых линий была проведена еще весной, активисты ТОСов 16 июля присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Нашим рекам и озерам. Чистые берега». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.